Программа материнского капитала продлили на два года. Задачу из президентского послания Федеральному собранию депутаты Государственной Думы выполнили оперативно. На днях законопроект прошел сразу три чтения. Таким образом, программа будет действовать до 2018 года. Напомню, сейчас размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. Планируется, что в дальнейшем он будет индексироваться. В Мариэл, по данным Пенсионного фонда, чаще всего средства материнского капитала молодые семьи тратят на улучшение жилищных условий. Семьи с двумя и более детьми, имеющие на руках материнский капитал, с этого года могут стать еще и участниками программы «Жилье для российской семьи». Масштабный жилищный проект сейчас реализуется в 69 регионах страны, в том числе и в Мариэл. В поселке Руэм, что в Медведевском районе, новый микрорайон растет как на дрожжах. Ему и официальное название дали – «Сосны». Будущим новоселам повезло. Пятиэтажные кирпичные дома строятся с видом на живописную лесополосу. Первый дом уже на уровне второго этажа. Рядом подготовлено свайное поле для второго дома. Для третьего сваи забивают. Земельный участок осваивают комплексно. Площадь застройки – около 40 тысяч квадратных метров. Из них более 10 тысяч – это квартиры эконом-класса. В рамках программы «Жилье для российской семьи». Застройщик надежный. Это предприятие более чем с полувековой историей – управление механизацией строительства. Строительство домов по этой программе идет согласно графику. В настоящее время заканчивается кладка второго этажа. В первую очередь позиция номер один. До конца недели мы выполним перекрытие этих двух подъездов. Плавно переходим на перекрытие ноля подъездов номер 3, 4, 5 и 6. По этому дому вопросов как по материалам, как по выполнению работ не возникает. Также на этой неделе будет установлен второй башенный кран, что позволит увеличить скорость возведения данного дома. Срок сдачи в эксплуатацию жилых домов по программе запланирован до лета 2017 года. Всего будет 285 квартир по цене 30 тысяч рублей за квадратный метр. Это с чистовой отделкой. Квартиры – одно- и двухкомнатные. Если семья многодетная, застройщик готов предусмотреть вариант объединения квартир. При покупке можно использовать средства материнского капитала, различные жилищные сертификаты или воспользоваться банковским ипотечным кредитом с господдержкой. В настоящее время более 60 человек признаны участниками программы. И нашей организации принято решение, те участники, которые захотят сделать внутреннюю отделку собственными средствами, силами, имеют возможность приобрести жилье по цене 28 тысяч рублей за квадратный метр. Перечень участников программы «Жилье для российской семьи» довольно обширна. Это и военнослужащие, участники накопительной ипотечной системы, жители, чьи дома признаны аварийными или подлежащие сносу, ветераны боевых действий, семьи, имеющие в своем составе инвалидов, либо сами инвалиды, а также нуждающиеся в улучшении жилищных условий, ну и, конечно, семьи с детьми. В шаговой доступности появится и новый детский сад. Участок под застройку выбран, готов проект. Детский сад будет муниципальным на 95 мест. Кроме этого, к существующей в Роеме школе возведут пристрой, чтобы дети могли учиться в одну, а не две смены. Добраться до нового микрорайона можно будет как на личном, так и на общественном транспорте. Земельный участок будет обеспечен полностью инженерной инфраструктурой, транспортной инфраструктурой, а также социальной инфраструктурой. Что касается социальной инфраструктуры, конкретно будет построен детский сад. Финансирование будет осуществляться на основе государственного частного партнерства. То есть это 50% будет вкладывать средства застройщик, и 50% это будут бюджетные средства, муниципальные и республиканские. Чтобы принять участие в программе «Жилье для российской семьи» и приобрести квартиры в новом микрорайоне по цене 30, а то и 28 тысяч рублей за квадратный метр, необходимо обратиться в администрацию Роемского сельского поселения. Подробности можно узнать по телефону 53 79 44. Время работы консультативной линии с 8 до 12 в рабочие дни.